Мария, ну у вас, конечно, ситуация, я не знаю, с одной стороны... Позвольте выразить уважение, уважение, респект, и это, конечно... А люди, знающие, позвольте выразить сочувствие. Три мальчика. Вы так сидите, это, мне кажется, такое свойство мам. Нет, я пришла на вашу программу расслабиться. Отдохнуть, да. Вот, я о чем и говорю. Потому что когда... А в доме, наверное, фью. Ну, в доме, конечно, не расслабишься. Я просто к чему-то думаю, что очень сложно, когда все время подходишь и заглядывая, ну что, тяжело? Да нет, ну, это с одной стороны. То есть не тяжело? Ну, конечно, тяжело просто. Все, вопрос снят. Польно, да, человеку приезжает больно. А, что ковырять в болячке вот в этой? Да, до такой степени. Я просто, как мама девочки пока еще одной, то... Ну, это, конечно, несравнимо с болью, да, но тяжело, безусловно, этот труд очень тяжелый. Но он радостный труд, и хочется больше на этом сконцентрировать. Внимание на радость. Конечно. На тяжести. Расскажите, сейчас уже ребята вступают в такой, чем дальше, тем в более осознанный возраст, да. Они уже становятся такие из просто детей. А в маленьком возрасте дети, в общем-то, что девочки, что мальчики, плюс-минус одинаковые. Ну, в общих чертах. Сейчас они уже становятся маленькими мужчинами, наверное. Уже они понимают, что как бы похулиганить можно, но мама, маму нужны и порадуют. Они уже вот это вот начинают чувствовать. Ну, они очень проявляют себя как мужчины, потому что у них, во-первых, папа такой, он такой, авгазская кровь, все-таки. Поэтому у них вот с очень таких ранних лет проявлялась мамочка любимая, мамочка моя, не моя, не моя, не моя. Моя, не моя. Вот. И я сейчас уже такой, мамочка, помогу тебе, там, пакет, я понесу пальцунку, понесу дверь, открою. Но я еще этому все молчу, потому что, мне кажется, вообще современных мужчин нужно воспитывать с пеленок, что женщине, вообще мужчина обязан подавать руку при выходе. Обвиняют в инфантинности современных мужчин, да. Например, как бы вот мужчина, который мне подает пальто, даже если он не мой мужчина, у меня сразу вам априори вызывает уважение. Или, например, там, мужчина, который просто так может женщинам подарить святыни, а не своей женщине в день 8 марта разбудить. И не имея на нее какие-то виды в будущем. Да, вот просто так. Вот мне кажется, такие вещи прививать мальчикам нужно с самого раннего возраста. И я стараюсь это делать. Означает ли это, что лет через 10 они будут носить вас на руках с работы на работу? Нет, двое на руках, один из от пальто. Магазин из магазина. Ну, я не знаю. И это дело, скорее, наверное, не для того, чтобы они меня носили на руках, а чтобы им потом было комфортнее с женщинами общаться. Потому что я-то вот, ну, сколько, ну, еще лет 15, дай бог. Я так всегда буду. Я так всегда буду. Там же птенцы разлетятся. А скажите, по характеру как они? Похожи? Или все разные, все трое? Нет, они все принципиально разные, чтобы жизнь рядом не казалась. Вот. Но характер у всех это такой, конечно, замес очень такой ядерный, скажем так. Один, единственный ребенок. Вот Тимофей такой немножко миротворец. Вот я на него всегда планирую. Когда мы разрубиваем какие-то конфликты, я говорю, Тима, ну, скажи им, скажи им, я вас там говоришь, но я больше не могу. Свой среди чужих. Платон, замолчи, хватит орать. Мама нервничает. Это Тимофей так говорит, да, вещевая? Да, потому что эти, как бы, двоих Андрей и Платон, и потом Тимофей, и эти. Это сорвиголовые такие? Нет, ну, там не сорвиголовые, нет. Вот если каждого по отдельности взять ребенка, то это просто ангелы. Вот если вот бывает там кто-то два ушли гулять, один болеет примерно. А остаемся, это совершенно, мне кажется, родители с одним ребенком, это такое наслаждение. Я даже не знаю, что с ним делать. Я дала ему рисование, дала ему карандаши, вот там включила Чайковского еще в кончике, танец феи там. Выход это раздельные вольеры. Раздельные вольеры. Мама, я даже не обладаю достаточно финансами, чтобы организовать все. А на чем вот сейчас уже начинаете акцентировать? Ну, я так понимаю, что именно мужское поведение, то есть, что женщину нужно уважать, за ней нужно немного ухаживать, да? Они уже это применяют в общении со своими сверстницами, да? Ну, вы знаете, пока у них немножко такой, очень, как сказать, коллектив сплоченный, именно вот они играют друг с другом. Они даже в саду или на площадке редко играют с другими людьми. И сейчас пошел такой еще период, 3-4 года, это период активного протеста, не хочу, не буду, все наоборот. Ты говоришь, там девочка хорошая, противная девка, ну все, там девочка хорошая, дурная девка, там девочки, там, она дурна, я ее буду мить на все. Сейчас ребята в детском саду. А помимо детского сада они чем-то еще занимаются? Какой-то спорт? Может быть, их действительно, чтобы сбросить, да, вот эту энергию, чтобы они приходили домой, и скажем, на очень спокойной ночи, да? Я их вот так ушатываю. Я все, я тех мам, знаете, мамочка, можно уже спать, или ты еще попоешь? Да, потому что я иногда... Терзайте их. Да, я человек такой с придурью творческий, я все время какие-то, сама костюмы надеваю дома, пляшу, танцую, по интерфонам, то императрица, то гонщица. И они как бы так немножечко, мам, хватит, мам, я их приобщаю тоже к этому. Вот, а сейчас хочу, ну, это не конкретно, это фигурное катание отдать с 4 лет, потому что мы ходили вот кататься на каток, и у них как-то с первого раза хорошо получилось. А почему всех троих? А почему не хоккей, почему фигурное? Ну, хоккей из пяти просто, мы сейчас посмотрим, вот сейчас с сентября какие-то, можно секции. Просто еще все очень дорого. Один ребенок, это в районе трех тысяч в месяц. Ну да, да, когда их... Получается, просто, ну, не совсем сейчас возможно это все потянуть. Единственное, что нам доступно, это кружок фольклора и народных прибауток за 1700. И как они справляются? Ну, как бы мы не ходим в народные прибаутки, мы бы сама организовывала. Ну, вот такая проблема, как бы то, что я еще хочу в бассейн, но чтобы они ходили, потому что, ну, плавать троих я, конечно, не смогу научить, там даже не отвержу, чтобы тренер был какой-то. А папа как-то вкладывает что-то специальное, именно вот такое вот брутальное мужское, или они смотрят и сами все впитывают, и вы говорите, там, кавказская кровь, то есть там даже ничего вкладывать не нужно, у него посмотрели дети, все поняли. Ну, у папы основные темы – это бокс и хоккей. Это у нас с ним конфликтная эта тема, потому что ни бокс, ни хоккей мне никогда не нравится. То есть я сама владею всеми видами спорта, но я, безусловно, скромность исправила, потому что я всегда занималась спортом с детства. Очень любила, люблю, ну, вот сейчас даже уже некогда бывает, но я всегда и зимой стараюсь на оборных лужах покататься куда-то, выехать и в бассейн у меня поменять, я почти каждый день хожу, и в тренажеры, ну, то есть я стараюсь как бы со собой следить. И им прививаю прямо, я могу многому научить даже, там, футбол, тот же баскетбол, но вот бокс и хоккей – это никогда ко мне не имело никакого отношения. Удивительно, да, для девушки бокс и хоккей вы не занимали. Видите, как я в футбол где-то играла? Там все мальчишки просто замирали. Вот, ну, вот эти виды спорта, ну, если им захочется, как же, я опять не буду настаивать, наверное, так все-таки, как бы родители, ну, не настаивающие на чем, если они, вот, как говорят, родители должны не воспитывать, а просто оберегать от каких-то вот опасностей, чтобы вот эта река свободно текла в течение, да, его жизни, его судьбы, вот, только направлять, ладно. Поэтому, если они уже захотят боксировать, то, конечно... Ну, что, что поделаешь? Будут боксировать. Сейчас появляется, он, папа приходит, ставит удар, я говорю, он говорит, я поставлю ему удар, я говорю, вначале надо им поставить мозги на место, а потом уже ставить удар. Ну, да, будут отрабатывать удары друг на друге. В первую очередь, чтобы у них удар уже был. Угу. Ну, любой папа беспокоится, что, знаете, что, мальчишки пойдут куда-то, а им там кто-то... Он говорит, что это защита, но я говорю, ну, подожди. Другой стороны, их трое. Самая главная защита, на мой взгляд, это выйти из конфликта без кулаков путем, как бы, разговора. А, это мозг. Это мозг. Угу. Я вот именно так их воспитываю, потому что стать агрессивными, такими конфликтными мужчинами, я вот таких мужчин никогда не любила, и никогда на них не смотрелось. Вот, допустим, человек не певает, и тут же у него просыпается, а что, а кто, а что. Вот я... Вот у меня это для меня сразу вообще не мое. Я обожаю мужчин, и хочу, чтобы они были мужчинами при всем умными, которые так в конфликте себя поведет, что его соперник окажется в дураках без силы, без применения силы, понимаете? А это очень сложно. Человек, мне кажется, должен, ну, как бы, владеть, во-первых, безумной волей, именно, как-то ментальной. Потому что у мужчин, конечно, ну, как бы это первородный такой инстинкт сразу. Ну, мужчина ходит. Мне кажется, с такой умной мамой вырастут умные ребята. Да. Друзья, мы продолжим нашу беседу через несколько минут, а сейчас рубрика. Сколько детей может иметь человек? Считается, что рекорд рождаемости принадлежит русской крестьянке, жившей в 18 веке. За свою жизнь она родила 69 детей, в том числе 16 пар близнецов, 7 тройняшек и 4 раза по 4 ребенка. Теоретически же одна женщина может дать жизнь сотням детей, а мужчины – миллионам. Организм мужчины производит полмиллиарда сперматозоидов каждый день. Каждый ребенок женского пола при рождении обладает примерно двумя миллионами яйцеклеток. Из них около 300 тысяч доживают до возраста полового созревания. При этом для возможного зачатия используется всего порядка 400-500 яйцеклеток по одной на каждый месяц репродуктивного возраста. У нас в гостях психолог Александр Покрышкин. Александр, здрасте. Здравствуйте. Ну, мы говорим о воспитании мальчиков. Все мы воспитываем разное количество мальчиков. Я одного, Ольга ноль, а Мария троим. Меня лично интересует, есть ли разница в воспитании детей разных полов мальчиков и девочек? Они же все равно дети. Главное, растить их в любви. В каких-то моментах разницы нет, в каких-то, конечно, да. То есть, когда они сами уже начинают понимать, кто они, мальчики или девочки? Да, да. Потом им все-таки разница подходит, потому что девочки более эмоциональны, и мальчикам нужно конкретнее. А вот в чем особенность? Вот что с мальчиками, на что нужно обращать внимание, воспитывая мальчиков? Вот в первую очередь важно помнить, что мальчики трагматичны по своей сути. Может быть, это так и в каком-то возрасте незаметно, но им нужно, их нужно четко ограничивать, четко просчитывать последствия, четко, да, предоставлять какие-то варианты того, что они могут выбрать, да, и сделать. А вот скажите, кто, кому проще найти подход к мальчику? Ну, или в случае, там, смотри, к мальчикам. Папе, который, ну, вроде как, тоже мужчина, и должен понимать все это со своей прагматичной точки зрения, или маме, потому что все равно для любого мальчика, как ни крути, мама самый главный человек в жизни. Да, очень по-разному. Мне кажется, что можно ответить, вот однозначно вопрос, там, точно маме, точно папе, да, вот тут важно, чтобы родитель понимал особенности ребенка, мог установить контакт, и ребенок это чувствовал. Многие мамы переживают, как бы они не воспитали каких-то маменькиных сынков, да, хотя, мне кажется, такое понятие, оно, ну, неотделимое, то есть есть всегда маменькин сынок, и есть всегда папина дочка, нет? Ну, нет, ну, маменькин сынок это такой уничижительный, то есть это такой нюня, тюфяк, который во всем слушается, маму, и сынок, это плохая девушка, она тебе не подходит, ну, сыну уже 30 лет. Нет? Нет. Александр, нет? Вы не такой? Мне кажется, все парни такие. Мы совсем другие. Мама, мамочка, мама. Как не воспитать маменькиного сынка? Вот, собственно, самое главное, это напомнить, ну, у нас есть мужские качества, а что же это такое? Это в первую очередь, да, это ответственность, это самостоятельность, это уверенность в себе, да, и, соответственно, если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, наш мальчик был больше этим качественным, было главное, что мы должны тренировать и стараться так, чтобы создавать условия, в которых, вот это будет. Мария, как вы создаете условия для самостоятельности своих парней? Ну, я даю принимать решения, то есть там, допустим, наденешь красные носки или белые, выбирай. Да, даже если они не подходят к зеленому комбинезону? Не, ну, если зеленый комбинезон, то зеленый или белый. То есть я, как бы, так сужаю очень выбор до того, что можно надеть и то, и то, но выбрал он сам. А у вас получается, вот это, мне кажется, тоже, может, вы подтвердите сложный момент, когда ребенку нужно принять какое-то решение, а ты понимаешь, что это неправильное решение. И с одной стороны, наверное, с точки зрения психологии, пусть он сам примет, это будет его ошибка, он вынесет какой-то урок. Но ты понимаешь, ты просчитываешься вперед, это время потеряно. Надо еще раз ошибку. Совершить ошибку, да? Надо, да. Это правильно? Конечно, конечно. Если это речь идет не при безопасности ребенка, не пальцем в розетку, а что-то, да, вот в рамках того, что он может справиться, то, конечно, пусть он решает, это тренирует его, это там, мы теряем время, но в итоге, да, он выигрывает возможность учиться, потому что он получает его. Мария, а вы потом говорите, вот видишь, я же говорил, мама же говорила. Я очень четко, вот как вы говорите, я очень четко перед ними формулирую, что если ты сделаешь то, то будет и то. Если ты сделаешь это, то, во-первых, у меня нервы сейчас на пределе, а во-вторых, мы поссоримся, а в-третьих, будет испорчена вещь. В общем, угрожаете, шантажируете. Если бы все родители, я надеюсь, что бы как можно больше родителей узнают. Ну, это правда, да. Спасибо вам большое, Мария, спасибо вам. Друзья, у нас сейчас кулинарная рубрика Лика Длугач и ее рецепты. Очень всегда хочется картошку как-нибудь запечь. Не просто пожарить, банально сварить, а запечь. И запечь, конечно, хочется вот такую маленькую, молоденькую, но не для всяких целей маленькая молоденькая картошка подходит, честно вам скажу. Потому что, если вам хочется сделать запеченную картошку на шпажках, например, с беконом, тут деваться некуда, придется брать картошку покрупнее и чистить ее обычным способом. Если она, на самом деле, скоблится нормально, то можно ее вот так вот, да, поскоблить тоже хорошо, но это, мне кажется, не нужно. И хлопот, и можно просто ее элементарным образом почистить. Картошечку берем ровную, смотрим, чтобы не оставалось никаких бяк на ней. Но тоже стараемся шкуру очень толсто все-таки не срезать, наверное. Витамины в ней присутствуют. Итак, что же мы будем делать? Будем делать картошку с беконом на шпажках, запеченную в фольге, на гриле. Картошка с беконом в сочетании получается совершенно волшебная, потому что она получается пропитанная вот этим прекрасным нежным жирком. Только смотрите, чтобы бекон не был слишком соленым, потому что если он будет очень соленым, то картошка будет слишком соленая. На всякий случай можно не солить. Досолить всегда можно, всегда, уже на тарелке. Правильно, Витя? Правильно. Убираем очистки и режем бекон. Какой у нас сегодня бекон? Бекон, по-моему, прекрасный. Это даже не бекон, а корейка. И режем. Если мы картошку нарежем по миллиметров в пять кружочками толщины, соответственно, кусочки бекона нам нужны тоже какого-то такого размера. Я их нарежу полосочками. И каждый кусочек, видимо, еще разрежу пополам. Да? Как-то вот вот ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот так вот я сделаю. У нас какие-то кусочки будут пожирнее, какие-то понежнее. Теперь шпажки. Шпажки можно брать побольше, поменьше, но не забудьте, если мы готовим на гриле, вот эти шпажки мы обязательно вымачиваем. Ну, сгорят же они. Ну, особенно, если вы хотите их прямо на открытый огонь. Тогда точно сгорят. В фольге все-таки опасность меньше. Но, тем не менее, все равно на всякий пожарный обязательно вымачиваем в воде. И дальше начинается прекрасная детская игра. Берем, отлавливаем ребенка какого-нибудь и заставляем его нам помогать. Во-первых, экономим силы, во-вторых, приучаем к какому-то человеческому труду. Получается у нас с вами вот такая картинка. Картошка, корейка, картошка, корейка, и далее, пока не кончится одно или другое, или все единовременно. Можно взять что-нибудь пожирнее. Кто-то любит с салом, например. Но это не для каждого, конечно, живота, но вкусно. Вот получилась одна такая шпажка, и сейчас мы сделаем вторую. И опять я, наверное, возьму те кусочки корейки, которые пожирнее. Если вы боитесь, что ваши дети не будут это есть, честно вам скажу, это большая ошибка. Будут как миленькие они все это есть. Потому что даже если они не съедят мясо, то есть саму корейку, они съедят картошку. Дети любят же картошку, да? Мои, например, обожают. Все в мать пошли. Так, и еще одна картошечка. Отрезаем хвостики и такими кусочками ее режем. Картошка может быть прям совсем крупная. Да? Хуже не будет. Ну, у нас такая вполне себе средних размеров картошечка. готовится достаточно быстро, но не так стремительно, например, как какой-нибудь простецкий кабачок. Да, все-таки картошка корнеплод, штука плотная, солидная и готовится какое-то время. Еще так и ой, убежал кусочек и вот так. Все готовые прекрасные наши шашлычки, не побоюсь этого слова. Если мы что-то нанизываем на что-то, получается шашлык. Тем более, знаете, какое волшебное кодовое слово для детей у меня? Шашлык. Будете? Дальше уже не важно. Это шашлык, это что-то похожее на шашлык. Главное, есть огонь и есть еда, которая на нем жается. Ну и, конечно же, какие-то шампуры или в данном случае шпажки. Самое главное, пообещайте вашим детям, что потом, после того, как вы все это приготовите, вы разрешите им пожить палочки. Мои говорят, можно палочки пожечь потом? Ну, конечно, можно, тогда все съедят. Картошку съедят, все остальное. Заворачиваем в фольгу. Я, наверное, сделаю бортики и сверху накрою еще одним слоем фольги. Так, делаем такую формочку и накрываем сверху. Не жалеем фольгу по одной простой причине, потому что снизу у нас будет огонь. Нам надо, чтобы это все было очень хорошо закрыто и укутано. Смотрите, запаковали со всех сторон. Такую вот сделали историю. Вы можете сделать вот такой целый противень таких шашлычков. если рядом только двое детей бегают, ну вот два вам хватит, а так на компанию запаситесь двумя килограммами картошки и килограммом бекона, и все у вас получится. Что же, давайте поставим и посмотрим, сколько времени займет запечь прекрасную картошку. КОНЕЦ Картошечка почти готова. Вы проверяйте иногда, потому что все-таки у каждого мангала, у каждой жаровни своя температура, надо обязательно проверять. Я проверила две минуты, поэтому сейчас я нарежу лук. Мне кажется, что идеальнее нежного, вот такого вот чудесного, молоденького лучка-резанца к этому блюду просто не может быть ничего. Режем. Если нет такого лука, порежьте обычный зеленый лук. Вообще зеленый лук украшает, я вам скажу. Кстати, вот такой лучок гораздо нежнее обычного, и его дети может быть даже не будут выплевывать, что тоже весьма ценно. Ну что, достаем картошечку страшно мне невероятно, потому что она должна быть идеальная, как и все, что мы с вами делаем, особенно летом на гриле. Стараемся не обжечься. готово, картошечка, боже, какой запах. Финальный этап. и лучок. Так, аккуратненько, так, так, можно не аккуратненько, можно вообще вот так вот скидать по тарелке. Все. Это что-то невероятное. И представьте, полон стол гостей, детей, и вот этот вот аромат. Вас расцелуют, вас зацелуют и скажут спасибо большое. В общем, едим все. Люба, вы на самом деле производите впечатление человека, боевого, такого ударного, который в огонь и в воду и легкого на подъем. Вот скажите, теперь родилась девочка, этого поубавилось, как-то сравнялось, больше, может быть, появилось спокойствие какого-то, задумчивости или нет? Эти темперамент никуда не спрячешь. Мне кажется, просто это переходит в другое русло, немножко трансформируется эта энергия, которая дает вот этот взрыв, она немножко уходит. Но вы же были сорванцом в детстве, судя по вашим предыдущим интервью. Да, мальчишек я так загоняла в войну. Да? Драли за уши. Мы просто только что говорили про воспитание мальчиков, что мальчиков нужно воспитывать как мужчин. Вы девочка, но есть такие девочки, которые постоянно с мальчишками, с ними интереснее, веселее и так далее. Вот это же никак не сказывается в будущем на женственности, на обаянии, на женском. Одно с другим вообще не связано? Думаю, что нет. Сейчас надо не подумать, а времени-то нету, да? Мне кажется, когда включается уже потом голова, воспитание, другие моменты, оно все как-то корректируется. Это всего лишь темперамент, это всего лишь заинтересованность в противоположном поле. А дочка уже проявляет характер? Какая она? Ой, это просто кошмар. Боже мой! Айсберг в океане. Да, вы что? Она настолько активная, она настолько многообъект внимания у нее всегда. Про тебя говорим, голубушка. Специально ориентированный, как сказал педиатр, общается с людьми, игрушки ее так себе вот, видите? Мы с ней разговариваем, да? Не обращай на них внимания, я согласна. А как вы будете ее воспитывать, если она будет расти вот таким сорванцом, как и вы, в детстве? Вы будете ее как-то направлять, чтобы она была более женственная, более спокойная? Вы знаете, я проводила много бесед с моей мамой на тему мамы. Как же все-таки удалось то, что мы видим в результате? Как ты смогла справиться характером? Как ты меня воспитывала? Как ты меня сделала женскими опять же? Она ответила, я тебя просто очень любила. Вот такой ответ. Что такое очень любила, как это имеет отношение к воспитанию, наверное, это и есть ответ на все. Просто, ну, очень любить, конечно, надо с умом, да, не надо залюбливать ребенка, но если любить его и иногда похлобус по попке иногда погрозить, нет. Надо быть с ним, вот и все. Ну, естественно. То есть у вас нет методики, как воспитывать свою дочь? Методики любви не бывает. Слушайте, а у меня, ну, вопрос к папе, Ласло. Вот папе вообще, наверное, с дочкой практически невозможно, потому что может видеть веревки дочь, любая дочка со своим папой делать все, что угодно, наверное, да? То есть за строгость отвечает мама. Бабушка! Бабушка? Да. Бабушка у нас самая адекватная. У мамы первый ребенок, мама немножко в панике, мама что-то себе придумала, какую-то модель воспитания, но пока это никак не клеится. Вот, папа это другой, а бабушка уже все знает, она это прошла, она знает, что я хочу получить в результате и помогает мне этого достичь. Вот так, пожалуй. Но она папу слушает. Это прекрасно, да? А вот уже появилось, что ребенок чувствует, как и с кем себя вести, что разная модель поведения. Да? Мама издевается, я чувствую. Ну, мама для нее пока это больше... Она тоже дает интервью. Мама для нее, мне кажется, больше пока молокозавод и такой производящий какой-то. Ну, и момент релаксации, понятно, общение идет через молочные железы. Вот. С бабушкой, с папой. Ну, по-разному. С папой она вообще кокетничает, стесняется иногда. Уже девочка такая. Да, девочка-девочка. Я думаю, в ней все заложено. И пусть она играет в войнушку, и пусть она ходит на балы, пусть все будет вместе, потом она там устаканится. Но сейчас такое время, нету пассивных женщин. Все равно приходится воевать. Да, может, она у вас активной будет до трех лет, а с трех лет она уже будет прям девочка-девочка. А как вы считаете, должна ли существовать разница между воспитанием мальчика, как мальчика, и девочки, как девочки? Или все-таки вот эти гендерных отчителей отличие делать и не нужно в воспитании ребенка? Жизнь воспитает в результате, я думаю. То есть нужно ли воспитывать девочку, чтобы она уступала мужчине, может быть? Когда она подрастет, готовить надо уметь, учись готовить борщи, убираться. Я ей намекнула, там как пойдет. Вот оно что. Ну, вы знаете, допустим, нас же учат играть в куклы в детстве, чтобы мы были хорошими мамами. Но есть мамы неродивые, которых к детям лучше не подпускать. Поэтому сколько ни клади ребенка на грудь, она не будет хорошей матерью. Поэтому посмотрим, что в ней заложено, что больше развивается. Если она будет такой Маргарет Тэтчер, не в столу будет сказано, то... Будете сидеть и смотреть, как растет Маргарет. А как вы воспитываете ребенка? Потому что, вот я просто на примере своей жизни, у меня муж, он такой, он рок-н-ролльный, да, он любит доски, сноуборды, рок-музыку. И дочь, и дочь тоже слушает рок-музыку. Дочь уже в год и два месяца катится на сноуборде с горы. И я думаю, боже мой, а как же бальные танцы, там, я не знаю, какое-то хоровое пение. Даже не думай, говорит он мне. Ты расскажи про цвет одежды, который Леша... Цвет одежды, это что, розовый? Нет, ни в коем случае. Все, что дарится розовое, сразу убирается в какие-то коробки, да. Это что? Это черепа, естественно, это все вот этот хайми метал, майки Сидиси. Она может опечатать. Вот мне кажется, да, что мы уже растим пацанку. Как вы, как мужчина, воспитываете свою девочку? Какой вы ее растите? Я вижу, что у нее бантики, вот это вот все. Что-то наше платье? Да. Это здорово. Она маленькая еще, там видим. Мне помушка, а что ты нарядила ребенка? Что это за издевательство? Все эти брошки, бантики и рюшечки. То есть у вас нету споров на эту тему? Мне кажется, сейчас такое боевое время, но нельзя воспитывать девочек и мальчиков, надо воспитывать людей, желательно умных. Если есть мозги, она разберется, когда ей проявлять женственность, а когда нужно дать... Ну, тоже, наверное, нужно как-то ей объяснять, но это когда она будет старше. А уже думаете про то, в какую сторону? Там музыка, искусство, не знаю, может быть, тоже актерская какая-то стезиа. Актерская, да, ага. Я всегда за то, чтобы развивать в ребенке все заложенные в нем таланты. Если она математика, природа, ну зачем ее тащить на сцену? Ну куда пытаться... Солода Буреткина читала стихи, если она складывать будет умножение, там вот все остальное. А если в ней будет ярко выражен там голос, танцевальные, вокальные данные, которые мы поможем развить, мы увидим, что да, но ребенку туда. Ну зачем говорить нет, ты пойдешь в институт, там, тощит наук. Просто надо... Вот главное угадать вот тот замысел и прочитать его правильно в своем ребенке. Мне кажется так. Не надо навязывать свои черепа. Ласла, а вы ведь профессиональный педагог музыкальный. Уже смотрите на дочку вот с профессиональных позиций? Ну пока нет, но... Как у нее слух, какой там... Ну слух есть. Я уже... Уже проверили, да? Да, да, да. На пальчике, как для фортепиано. Еще рановато. Пока рановато. Длинные, пальчики длинные. Пальчики длинные, да. Когда мы только что родились, я записала первый крик и прислала сразу же папе на диктофон. Он сказал, тембр я слышу. Моратурное собрало. Как глобанка она такая. Вот, мы слышим, да. Ты уже поешь? Как твои дела? Кем ты вырастешь? Кем ты хочешь стать? Прости. Преждевременные вопросы. Люба, скажите, пожалуйста, вы же... Ну, вы родили в сознательном уже возрасте, да? То есть это не надо было разрываться между, там, не знаю, институтом, парнями, там, не знаю, романтическими свиданиями, там, да, и прочее, и прочее. Я как-то вообще это перескочила, не успела. У меня сразу работа началась. Я очень ответственно... Ну, вообще, я такая красная медалистка. Золотые эти дипломы. Золотые эти дипломы. Золотые дипломы. И красные медали. Все прямо, серьезно. Я приехала учиться в Москву. У меня не было никаких других планов. Но учиться, а потом все остальное. И у меня, как говорит подруга, Львовь, Павловна, у тебя все по плану. Ты запланировала выучиться, профессию, во столько-то ты родила. Все по плану у тебя. Вот у нас все по плану. Ну, это здорово. Я хотела попозже, после 30-ти, когда 15-ти. Вот, это запланировано. Ты в голове немножко. Вот у тебя чувство меры появляется. Не в смысле тебе еще что-то хочется, но ты понимаешь, что как бы... Ну, у тебя еще есть время, но уже много что было. То есть, как бы, есть тот самый опыт, но еще есть возможность что-то реализовать, потому что еще не поздно. Ну, вот мера. Надо найти вот эту меру своей жизни во всем. Воспитании, в возрасте. Для вас, может быть, второго, третьего, надо именно в таком возрасте. Кому-то 50 хорошо, кому-то надо 20. Это индивидуально, и нету здесь шаблонов. Вы же понимаете, все... Это такие тонкие вещи. А засыпает ребеночек. О, засыпает у нас, засыпает. Спасибо вам большое. Не будем вас давать. Да, Люба, спасибо вам. Спасибо, да. Что такое икота? Икота возникает в результате спазмов диафрагмы. Раздраженные нервные окончания диафрагмы принуждают ее двигаться рывками, в результате чего в горло поступает резкий поток воздуха, попадая на голосовые связки. Чаще всего икота возникает у здоровых людей вследствие переохлаждения или переедания. Чтобы избавиться от икоты, нужно остановить спазмы диафрагмы. Помогают отвлечением внимания. Дыхательные упражнения или прием воды небольшими глотками. В случаях затяжной икоты необходимо обратиться к врачу, который установит ее причину и назначит лечение. Ну, а теперь поговорим со специалистом. У нас в гостях психолог Наталья Барложецкая. Здрасте, Наталья. Добрый день. Ну, вот мы как раз сейчас вот только-только ушли из нашей студии. Мама, которая была сорванцом, и дочка растет такая, что маме фору даст. Насколько это нормально? Насколько это хорошо, если девочка растет как пацанчик маленький? Активная такая, бегает, постоянно всех задирает, лазит, не знаю, там по деревьям, по краю, ну когда? Постарше станет. Нет, вот когда станет постарше, это уже будет проблема. Причем о том, что эта проблема поймет сам ребенок, потому что окружающие мальчишки вдруг станут ее воспринимать как друга, как еще одного хорошего такого пацана, а ей уже будет хотеться, чтобы ее воспринимали как девушка. И будет такое небольшое сожаление от того, что ну как же, вот так хорошо дружили, ну вот я же меняюсь. Ну ты же пубертатный возраст, да, такой? Ну, после 12 лет, да. После 12 лет, да. Но дело в том, что развитие девочки, оно идет немножко по-другому, не так, как у мальчика. По 12 лет у девчонки преимущественно развивается логическое мышление, а зона эмоций, зона чувств, она начинает развиваться побольше, да, когда приходит социальное созревание. Это у мальчиков или у девочек? У девочек. А у мальчиков наоборот. У мальчиков до 12 как раз идет развитие зоны эмоций. И в этот период говорят, да, что мы ни в коем случае не должны говорить мальчику о том, что нельзя плакать. Мальчики имеют возможность проявлять свое чувство так, как они хотят, в том числе и плакать. Мужчины плачут, это абсолютно точно. Но вот, начиная с 12 лет, мальчики становятся более эмоционально устойчивы, а девочки наоборот, становятся менее эмоционально устойчивы. И это как раз является признаком проявления мужественности и женственности. Вот. И насколько девочка станет женственной, и насколько мальчик станет мужественным, зависит скорее от условий, в которых он растет, воспитывается. И прежде всего, в период до 12 лет основную роль здесь играет мама, а после 12 лет основную роль играет папа. Это и для мальчиков, и для девочек основную роль играет, да? Да. Да, потому что именно мама является таким главным лицом для ребенка. Но все, конечно, будет зависеть от того, в какой культуре воспитывается ребенок. Потому что, например, в других культурах, где отношение к мужскому и женскому воспитанию другое, немножко будет по-другому. То есть в какой-то момент нужно немножко притормозить эту девочку, да? Не в 12 лет, когда у нее начинается, да, меняться вот картина мира, да, и она понимает, что она все-таки девочка, а чуть пораньше. Или в 12 лет можно уже объяснить, что хорош лазить по заборам, давай ты оденешь юбку. Знаете, здесь вот сложно сказать, потому что существует еще такая вещь, как темперамент. Вот о чем я хочу спросить, да, как объяснить девочке, что она девочка, и вот этого делать нельзя. И нужно ли это делать? Я считаю, что сначала нужно начать с самой себя. Потому что для девочки и для мальчика тоже основным источником познания о том, что такое мужчина и что женщина, является мама и папа. Если вы хотите что-то изменить в собственном ребенке, начните с себя. Вот сильные, агрессивные, волевые женщины чаще всего воспитывают сильных, агрессивных волевых дочек. И в таких семьях чаще всего мужчина, ну, как сказать, он уступает первенству женщине. Поэтому сильная женщина часто воспитывает сильную девочку и слабого мальчика. Потому что в этой семье мальчик привык подчиняться женщине. И образ отца у него мягкого, устойчивого. Хотя в нашем обществе, в нашей культуре считается, что такие черты, как мягкость, устойчивость, кокетство, чувство вкуса, они являются как раз женственными. Ну да, есть такое. Вот можно ли это развивать с самого начала? Можно. Если мама обладает этими качествами, то она будет передавать их дочке. Ну, например, возьмем сильную, волковую девочку, да, холерика. Возьмем тот же самый темперамент. В процессе воспитания одни и те же качества могут стать как мужскими, так и женскими. Ну, например, активность. Повышенная, моторная активность. Желание все время быть на виду. Считается, что это является предвестником лидерских качеств. А если мы возьмем эту активность, направим на виды деятельности, которые развивают мягкость, плавность, гибкость и женственность. Ну, например, на фигурное катание, на балет. Та же самая активность лидерских легностей, та же самая физическая выносливость, но при этом еще развиваются и другие женские качества. Красивая останка, умение себя держать. Вот, то, на что, в общем-то, очень часто обращают внимание уже. А вообще, если в целом говорить, вот тоже мы с Ольгой обсуждаем, и не в первый раз, есть ли особенности воспитания мальчика и воспитания девочки? Или ты воспитываешь ребенка, как говорят, самое главное воспитать его в любви? Или все равно надо учитывать? Вы знаете, вот я считаю, что эти различия должны быть. С чем это связано? Опять же, с тем, что мальчики и девочки развиваются по-разному. До 12 лет можно быть спокойным по поводу того, что не очень тянет к учебе человека. У мальчиков, да. Да, да. Успокойся. Знаете, как сильно меняются роли? Вот вы возьмете пятиклассников, которые только что закончили начальную школу. Им как раз 11-12 лет. Там большинство девчонок старается учиться хорошо, а вот как раз троечниками и хулиганами являются мальчишки. Но когда вы посмотрите 11 класс, там уже все совершенно по-другому. И учителя говорят, что ну вот в 9 классе где-то там девчонки уже забыли как учиться, а мальчишки только включились. На самом деле различия возникают раньше. Они просто такими яркими становятся к 10-11 классу. Я услышал еще, извини, одну важную вещь, то, что не нужно, когда ребенок маленький, особенно мальчик, да, ну, наверное, на девочек это тоже можно спроецировать, не нужно вот эти вот модельные вещи, что прекрати реветь, что ты себя ведешь как девчонка, когда там упал, что-то ударился и так далее. Да, мальчику так говорить нельзя. Ни в коем случае. Соответственно, и девочке нельзя говорить, что ты носишься как мальчишка. Ни в коем случае, я согласна. Это в любом случае подавление чувств, и таким образом мы учим отрицать собственные эмоции, что потом, уже в зрелом возрасте, может предприняйти просто не только в зажатость, в стресс, это неврозы, это уже психические отклонения. Спасибо большое хозяйкам и родителям на заметку. Да, спасибо вам большое, друзья. У нас осталась с Ольгой еще одна обязанность на сегодня, это рассказать вам об интересном устройстве, которое поможет вам с вашими детьми. Что будете чинить, мастер? У нас протечка, перегорела лампочка и газовая труба что-то шумит. Ну, этот набор вряд ли поможет с вашими неисправностями, но тем не менее, штука реально удобная для детей, которые уже начали ходить, везде лазят, везде залезают, все открывают, везде суют свои маленькие пальчики. В общем, бесят, бесят родители, потому что родителям нужно все обратно ставить, составлять, пересыпать, закрывать. Ладно, самое главное, что ты можешь не уследить, ребенок головой ударился об угол стола, пальцы в розетку и прищемил еще другие пальцы. Да черт, ты пытался отделить пшено от гречки когда-нибудь? Был ли я золышкой в школьном спектакле? Короче говоря, смотри, и вам всем расскажу, здесь набор, который практически большую часть опасности ребенка помогает избежать. Ну, вот эту вот штуку, ты, наверное, догадываешься, это на дверь. Вот так вот, нашлепочка на дверь, и дверь у тебя уже не закроется, не захлопнется, соответственно, ребенок не прищемит пальцы ни с этой стороны, ни со стороны петель. А как же он поймет, что дверь, она может это сделать? В смысле, что она может прищемить? Да. Ну как, что за ребенок без сломанных пальцев ты имеешь в виду, да? Как раз это я имела в виду, ведь не в каждом ресторане, не в каждом детском саду есть такие приспособления. Вот там он и узнает. Согласна. Вместе с социализацией в детском садике и сломанные пальчики. Вот эта вот вещь, это закрывать, видишь, она наклеена, как пуговички, закрывать шкаф, например, чтобы шкаф не открывался ребенком. Вот эти вот... А родители смогут его открыть? Ну, если родители сообразительные, чтобы кнопочку расстегнуть, то могут. В прошлом сезоне были крупные серьги в моде, сейчас ушло. Ну, это заглушки на... Розетки. Розетки, да, это все вполне понятно. Да, вот это вот заглушки на углы стола. То есть вот, например, у тебя угол стола, раз, нашлепнуло, и у тебя ребенок уже височком ударится в мягкую штучку, если не дай бог что. Прекрасно. Ну, а вот эта вещь, это чтобы не закрывался холодильник, потому что бывали случаи зафиксированы, когда ребенок открывал холодильник, залезал перекусить, там закрывался, и... Вот, вот эта вот штука закрепляется на дверце холодильника, если вдруг дверца открывается, потом она вот таким вот образом будет придерживать не слишком широко открытый холодильник, чтобы он не охлаждал всю печень. А как же мясо? А мясо надо в морозилке хранить. Ну, хорошо, а что там? Колбаса. Странно, что в вашем холодильнике, Ольга, и мясо, и колбаса. Они уже давным-давно должны были... У меня есть муж, который ест колбасу. Все это ест? Да. Он знает, что там нет мяса. Расскажите ему об этом. В общем, вот такая... А то ли это бумага? Да, вот такая полезная штука. Интересно, да, здорово. Закрывайте все от своих детей, и они будут счастливы и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова